Это точно Эпик Мега Форд В общей сложности я потратила на строительство этого форта Ну, около пяти дней Ребята, я сейчас посмотрю, что здесь внутри И принесу сюда камеру Уху! Эпик Мега Форд! Скорее заходите сюда! Всем привет, я Эли Ди И сегодня я буду достраивать свой Мега Форд Чтобы это получился Эпик Мега Форд из снега У меня есть вот такое яйцо Я дам его своей собаке Джин, чтобы она играла Джина, давай играй! А вы подписывайтесь на мой канал И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Что я планирую на сегодня? Ну, во-первых, в середине всей этой крепости Будет стоять еще вот такой вот дом Не знаю, что из этого получится Мы увидим обязательно в конце видео Так что оставайтесь со мной Для изготовления этого дома я уже навалила кучу снега Прямо в центр этой крепости Ну, а стены самой крепости я сделаю выше! А на Пэтс-канале выйдет ролик о том, что из этого получится для моей собаки Ведь это так круто! По ссылке в описании подписывайтесь на мой канал о питомцах Ооо, вот такой вот получился Форд! Нет, это то, что было до А сейчас будет то, что будет после! Снег сегодня очень липкий Сегодня плюс один Завтра днем минус девять А это значит, что все, что я сегодня с легкостью построю Завтра замерзнет! Ура! Смотрите, кирпичик готов Тут снегом немножко присыпала Я это утрамбовала И теперь начинаю строить новый ряд! Ура! Как же я ждала этой погоды давно! Ребята, о том, как я начинала строить этот форт У меня уже есть видео на моем канале Вышло пару недель назад Можете увидеть, как это начиналось! Напоминаю, что идея моего форта и его строительства состоит в том, что я использую вот такие вот формы в виде тазиков И эти кирпичики, собственно, составляют стену этого форта И, кстати говоря, в этот раз Новое введение я использую тазы побольше Для постройки башенок на входе Вот так я их ставлю Так Теперь пойдемте за кирпичиком для башенки А вот кирпичик побольше Вот они сами башенки будущие Они будут стоять на входе Вот так набираю снег Так, еще чуть-чуть И вот так вот притаптываю В итоге у меня получается Вот такой кирпичик Похожий на тортик, не правда ли? Посмотрите, сколько их много уже Смотрите, что на данный момент я уже сделала Во-первых, я сделала вход в форт в виде двух башенок Срастила его для пущей устойчивости с основным зданием, с основной стеной Я планирую, конечно, большую башенку сделать Помимо этого, я делаю высоту самой стенки форта больше То есть я вот уже сделала раз ряд, два и вот начала уже третий Форт уже на две головы выше, чем я Меня это очень радует И мне очень нравится это Я думаю, это будет самый эпичный форт на ютюбе Но, в общем, решать, конечно, вам Поэтому расскажите своим друзьям об этом форте Покажите им это видео Кстати, все это время Джина играет внутри форта И она, кажется, уже устала Или не устала Играй, Джин, играй Мы еще не построили Ну, это на Пэтс-канале, конечно, вы посмотрите Веселые игры Джины На данный момент вот это посредине крепости Это просто куча снега Сейчас она очень здорово разграничивает зону игры для моей собаки И делает вот такой вот своеобразный трек Дорожку для того, чтобы моя собака могла гонять свою игрушку Но в будущем я из этой горы снега сделаю такой вот маленький домик В общем, посмотрите, что из этого получится Это все не просто так Ребят, сейчас мы находимся внутри форта Внутри строительной площадки Вот этот вот слой, вот начиная отсюда и до самого низа То, что я строила первый раз И я уже вот так вот смотрю Это просто такая льдина Уже были бы 30-ти градусные морозы И мне кажется, это просто стал таким крепким Это очень здорово Я спокойна за эту стену Мне кажется, она простоит до конкретного потепления, до весны Ой, я так устала Вы даже себе не представляете, как я устала И все ради этого форта Так что поддержите меня Подписывайтесь на мой канал Мне будет очень приятно И будет мотивировать меня Строить его дальше Фух, надо немножко отдохнуть Вот такие башни справа, слева от меня Хочу, чтобы они были очень большие Хочу, если честно, чтобы на верхушке этих башен Было что-то такое остренькое Ну, в общем, напоминающее Прям такие башни Буду думать, делать Фух, очень устала Одна джина не устала Ей вообще нормально Но мне уже нравится то, что получилось Башенками можно обниматься Главное посильнее трамбовать вот так лопатой Потому что иначе они могут рассыпаться А если утрамбовать сильно То они, в принципе, достаточно прочные Такие получаются пирожки Вот такие круглые Иногда в них можно увидеть вкрапление чего-то интересного Например, осенний листик Или какая-нибудь семечка Что-то такое интересненькое И кладем его Ох, чем выше становится форт Тем тяжелее мне поднимать руки С такой тяжестью на высоту Кстати, каждый кирпичик весит Мне кажется, полтора-два килограмма, я думаю И мне реально становится уже тяжело Я думаю, чем выше, тем больше вероятность Что мне придется использовать стремянку Кажется так Кстати, а вот здесь зарыт наш самый первый тазик Потому что он... Он без дна Если очень сильно стучать лопаты Ну, вот, чрезмерно сильно То можно просто-напросто его сломать Поэтому аккуратнее И никакой скотч потом не поможет Вот мы тут пытались что-то переплести Заклеить, ничего не помогало Пришлось покупать новые тазики Кстати, у меня уже, наверное, в общей сложности Четыре тазика использовалось Два из них полностью разрушены Один с трещиной А вот один сейчас самый нормальный Новый Я его использую сейчас Как раз-таки О, фризберные собаки Джин, прибежала Прибежала Ты где? Ух ты моя собака такая Довольная, счастливая собака Джиночка Ух ты моя пружиночка Она замерзла У нее ушки холодные Джина, короче, напилась снега Облизывала свою игрушку Которая была снегой И теперь она писит Каждые 10 минут Эх ты! Моя девочка Кстати, те, кто смотрели трансляцию После моей первой постройки форта После первой части Видели, как Джина в трансляции Ходила писать на пеленку Потому что она объелась снега Во время прогулки И потом не могла сдержаться Ходила несколько раз на пеленку Бедненькая Она опять просит поиграть Джина, можно? Иди играй Вон, прыгнула Все, она пошла играть А я пошла строить дальше Так Отлично С крепостью, с ее высотой Мы уже закончили А теперь пойдемте строить там порт Внутри Скорее, пока не похолодало Так, ну что Я думаю, из него надо сначала сделать шар Облепить руками Сделать плотный слой Чтобы он заледенел То есть нужно вот так вот утрамбовать снег Чтобы получился вот такой вот каркас Когда он замерзнет А это, по всей видимости, должно произойти завтра После этого я буду его внутри прорывать Чтобы сделать как бы дом Но сначала надо сделать каркас Чтобы это все дело замерзло Начнем с верхушечки И вот так вот будем стучать Так И я думаю, что где-то вот здесь Вот сейчас начерчу, чтобы вы увидели Где-то здесь будет вход То есть здесь будет вот такая вот дырка И можно будет туда внутрь войти Примерно так Но сначала мне надо сделать очень плотные стенки Поэтому я ее утрамбовываю Это очень эпично, ребят Я сама не ожидала, что такое получится Но на самом деле в это вложено очень много труда Вот что я скажу И времени много Потрачено Ребята, и всем, у кого есть ютуб-каналы Бросаю вызов Попробуйте сделать что-то похожее Но если честно, я сомневаюсь, что кто-то сделает лучше, чем Элиди Сегодня я буду достраивать форт Потому что вчера уже стемнело И я остановилась на том, что увеличила высоту самой стенки форта Сделала красивые пикушки А также построила на входе две сторожевые башни Очень большие Ну где-то высотой около двух метров, наверное В общем, пойдемте достраивать Заодно я вам все и покажу Вчера уже стемнело Даже не успела ничего убрать Лопат, тазики Все как есть Форт Это что такое? Что? Что с башнями? Какой кошмар! Какой кошмар! Башни упали! Обе! Вот и кирпичики валяются Вон внутрь даже упала часть какая-то Блин! О, нет! Нет! Только не башенки! Как же так? Вот это главное То, что я срастила с общей стенкой Ну я вчера рассказывала Я вот здесь вот сращивала с общей стенкой Специально, чтобы было все устойчиво Но так как здесь уже стенки нету форта Дальше я не смогла срастить это для укрепления И в общем, сами вот эти башни Их высота была больше, чем в самые высокие точки у форта Вы понимаете, насколько я вчера постаралась? Ладно, давайте я не буду расстраиваться Пойду попробую слепить Попробую что-то с этим сделать Починить Так Снег стал такой прямо Легко накладывается Легкий стал Вчера прямо тяжело было Я прям лопату еле-еле могла поднять Главное утрамбовать получше Так Кажется, все Фух Ничего, починим Кажется, не починим Но не будем расстраиваться Потому что мне есть что достроить Я пойду выкапывать в центре форта дом Сейчас я сделаю мега-эпик форт Для начала, прежде чем мне войти в этот форт Мне нужно разобрать эти завалы Кои-какие кирпичики, видимо, сохранились Они не рассыпались полностью Поэтому, я думаю, их стоит вернуть на место Вот, например, вот этот кирпичик Вроде ничего так сохранился Так, нет, он вверх ногами Подождите Вот так Нормально, кажется Стоит Так Вот такой еще кирпичик Я думаю, это... Ой, боже Сейчас все разломаю окончательно Как-то так Еще есть такой вот тройной Кирпичик Так Ну нормально, ничего Так вот еще есть один кирпичик Хоть как-то Все, что осталось И внутри еще есть кирпичики Вот здесь Так Куда? Ну сюда, наверное Все так криво А здесь все в основном рассыпалось полностью Прямо, ну... Как бы вообще в россыпь Не знаю, почему башни упали Видно, что-то пошло не так Не знаю Ну, не знаю Как-то так Максимум, что я могу сделать Больше кирпичиков нет Все остальное Ну, это рассыпанные комки снега Из которых уже ни черта не соберешь Ну, что делать? Я думаю, и так сойдет В общем, с потеплением буду как-то достраивать Теперь, что у нас есть? У нас есть наша... Как я ее называю? Берлога Потому что на данный момент Это похоже просто на берлогу Сверху немножко Видите, как снег стал какой-то рыхлый Несмотря на то, что я вчера трамбовала Теперь мне нужно проделать в этом сугробе Пещеру Непосредственно вход Он будет здесь, с этой стороны Как я уже вчера показывала Где-то вот так То есть мне нужно сейчас копать Конечно, не руками Лопатой с железным наконечником Потому что здесь все очень твердо Вот здесь надо копать И я начинаю Хорошо обледенела Прямо супер будет держаться Но от этого мне, конечно, тяжелее будет сейчас раскопать Что-то отваливается, кажется Смотрите, что я вытаскиваю Вот так и буду копать, кажется Ничего себе Так это... Еще один кирпич Когда его так поставить, не знаю Пока надо его положить О, отлично, кстати, копается Из-за того, что снег внутри, вот посередине Он не такой жесткий, как снаружи Кстати, лопата у меня с железным наконечником Чтобы я могла прямо вот так его разорвать Слушайте, я так быстро сделаю Если на то пошло Смотрите, я уже нормально выкопала И снег, который я оттуда вытаскиваю Я его перебрасываю О, вот это тяжелее всего Так, продолжаем Да, это будет точно мега-форд Я прямо чувствую Ребята, я уже выкопала все внутри Но залезу я туда чуть позже А для начала давайте я вам покажу Со стороны, какой у меня получился форд Чтобы вы смогли оценить, насколько он эпичный Пойдемте Давайте пройдемся вдоль стенок этого форта Этот форт гораздо выше меня А еще он имеет вот такие завышения Треугольные, красивые Внешне это выглядит очень симпатично со стороны Я не знаю, сколько потребовалось кирпичиков для этого форта Я не считала, но очень много И вот такая высота Примерно, ну, наверное, метра три Этого форта Ой Вот здесь снег валяется около стенок форта Это то, что я выкидывала из берлоги Когда вырывала оттуда кусочки снега Когда копала там В общем, я это все перекидывала через вот эту стену Это было очень тяжело Я устала неимоверно просто Давайте дальше пойдем Я думаю, это точно Эпик Мега Форд В общей сложности я потратила на строительство этого форта Ну, около пяти дней Конечно, с перерывами Потому что погода не всегда позволяла Но если сложить, в общем, все время потраченное на этот форт Да, наверное, где-то около пяти дней Я попыталась как-то починить эти башенки Вот что у меня, собственно говоря, получилось И внутри там вы можете сразу увидеть вот такую берлогу Дом, я не знаю, как это назвать Юрта, может быть Давайте же туда залезу Посмотрим, что там Чтобы залезть в этот форт Нужно нырнуть туда чуть-чуть Потому что здесь есть вот такой порожек Так что я полезла И ныряем Ребята, это супер Это вообще-то круто просто Ребята, здесь очень много места Я прямо стою в нем Ребята, я сейчас посмотрю, что здесь внутри И принесу сюда камеру Уху! Эпик Мега Форд! Скорее, заходите сюда! Вау! Ну что, как вам, ребята? Как вам этот форт? Здесь очень тепло Классно так Здесь очень круто Мало того, что здесь совсем тепло И не дует Здесь достаточно светло А еще есть маленькое окон Вот такое Это для того, чтобы было чуть больше света Очень здорово Я думаю, толщина этого форта То есть вот этих стенок Ну, где-то 10-15 сантиметров Не больше Здесь могут уместиться Я думаю, ну Два человека Это точно И собака, конечно О-о-о-о-о Ну! Здесь почти два метра в длину Здесь очень просторно О-о-о! Привет! Вы смотрите через окошко на меня О-о-о! Классно я здесь могу прямо лечь Меня, наверное, не слышно Очень заглушаются звуки здесь В конуре в этой О-о-о! Я тут прилекла, ребят! О-о-о! Нога даже не достает до вас Как бы я ни старалась О-о-о! О-о-о! Уж этот порт! Вау! Можно прямо по кругу Вот так ходить Очень прикольно Ребята Я, если честно, не думала Что получится настолько прикольно Но мне очень нравится И я хочу еще Здесь есть вот такие вот дырочки Через которые Оконцы такие Через которые я могу смотреть Что происходит там По-моему, это классно И вот она, моя берлога Смотрите, такой шарик в центре Это очень прикольно Очень прикольно И так же вылезу Сейчас, смотри А что самое интересное Здесь так тепло Это невероятно Просторно Я думаю, здесь двое Вообще поместится Свободно И, конечно, мне кажется Здесь было бы очень интересно Моей собаке Но об этом смотрите ролик На моем канале Элли Ди Пэтс Подписывайтесь на мой канал О питомцах По ссылке в описании Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить И жмите на колокольчик Рядом с кнопкой Ребята, покажите это видео Своим друзьям Расскажите о нем В ваших социальных сетях Подписывайтесь на мой канал Мы увидимся с вами очень скоро Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова